Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 12 марта. Вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Россия запретила экспорт зерна и сахара. На поддержку АПК выделено 37 миллиардов рублей. Страну ждет масштабное госрегулирование цен. Все подробности – далее в выпуске. В четверг, 10 марта, таможенная подкомиссия ввела временный запрет на экспорт зерна из России. Вывозить его нельзя в страны Евразийского экономического союза, то есть в Белоруссию, Армению, Казахстан, Киргизию, куда раньше зерно поставлялось даже без экспортных пошлин. Ограничение распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень, кукурузу и будет действовать до 31 августа 2022 года. Возможность продавать зерно в страны дальнего зарубежья сохранится в рамках квоты. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, несмотря на все ограничения, Россия экспортирует в марте не менее полутора миллионов тонн зерна. В Минсельхозе пояснили, что зерна в стране достаточно, Россия обеспечена им на 150%. А ограничения вводятся для того, чтобы не допустить реэкспорт в третьи страны. По данным ведомства, страны Евразийского экономического союза в текущем сезоне уже закупили необходимые им объемы зерна. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заметил, что вывоз зерна в Казахстан вырос в пять раз за последние дни, что наводит на мысль о реэкспорте. Всего же с начала сезона, по данным Центра оценки качества зерна, Казахстан приобрел 2,5 миллиона тонн зерна. Из них 2 миллиона тонн пшеницы. Это на 82% больше, чем в предыдущем сезоне. Закупки были обусловлены неурожаем. Кроме того, таможенная подкомиссия запретила экспорт за пределы ЕАЭС сахара, в том числе сахара сырца. Экспорт сахара в Белоруссию, Армению, Киргизию и Казахстан будет возможен, но только по разрешению Минсельхоза России. Экспорт подсолнечного масла, наоборот, не остановился. Продукт вывозят из глубоководных портов и, если верить главному управлению морских дел Турции, даже из ростовского порта. На днях вышли три судна с маслом, которые должны прибыть в Мерсин 17 марта. Для Турции очень важно, чтобы поставки из России продолжались, ведь 55% подсолнечного масла Турция приобретала как раз у нас. Перебой с поставками из Черноморского региона уже привели к сумасшедшему росту цен. По данным аналитиков, цена предложения на подсолнечное масло на базисе ФОП Турции дошла до 2000 долларов за тонну. Цена на подсолнечное масло в Аргентине, которая является четвертым после Украины, России и ЕС производителем подсолнечного масла, также находятся в диапазоне 2000-2050 долларов за тонну. Глава компании «Прозерно» Владимир Петриченко, комментируя эти цены, отметил, что экспортный рынок сейчас ошарашенный. И связи между внутренними и внешними ценами нет. Иначе бы, по его словам, даже с учетом пошлины, внутренние российские цены на масло должны были бы резко и сильно вырасти. Но этого не происходит. В начале февраля тонна сырого подсолнечного масла в России стоила 87-88 тысяч рублей, сейчас около 91 тысячи рублей. Что еще следует учитывать? В феврале на конференции «Где моржа» глава Икар Дмитрий Рылько сообщал, что Россия может подойти к новому сезону с рекордными остатками масла семян подсолнечника – полмиллиона тонн. Теперь, спустя месяц, Масложировой союз России оценивает переходящие запасы уже в полтора миллиона тонн. Глава Союза Михаил Мальцев отметил, что запасов сырья более чем достаточно, чтобы обеспечить потребности внутренней переработки. На юге России наметились проблемы с поставками семян кукурузы и подсолнечника, а также химических средств защиты растений. Несколько хозяйств Ростовской области сообщили нашему издательскому дому, что ряд иностранных компаний отказываются от своих прежних обязательств и не продают семена подсолнечника и кукурузы, которые были оплачены еще в декабре прошлого года или январе-феврале этого года. Семян либо физически нет на складе, либо они есть, но в последний момент дилеры решили пересмотреть цену и увеличить ее на 40%. Небольшим хозяйствам, которые брали семена в кредит под урожай, в поставках вовсе было отказано. Сколько в России своих, а сколько импортных семян? Понятно, что доля отечественных семян потихоньку растет и ситуация в разных регионах разная. Но если брать в масштабах Евразийского экономического союза, то можно с уверенностью сказать, что из третьих стран сюда ввозятся более 90% необходимых семян сахарной свеклы, 60% семян подсолнечника и более трети семян кукурузы и рапса. Об этом сообщил директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян. Со средствами химзащиты растений ситуация немного иная. У дилеров иностранных компаний, которые привозят пестициды, не оказалось некоторых позиций. Ситуация пока не выглядит критичной, все-таки время есть. Однако доля отечественных пестицидов на рынке не так уж велика. Например, в 2020 году продажи российских компаний в натуральном выражении составили 97,9 тысяч тонн. Зарубежные компании продали российским аграриям почти 90 тысяч тонн пестицидов. Причем 60 тысяч везли и около 30 тысяч тонн были произведены на российских предприятиях по схеме «Я тебе сырье, ты мне готовый продукт». Отметим, что нам известно о некоторых частных случаях недопоставки препаратов и семян на юге России. Никаких официальных заявлений компании пока не делали. Насколько эта проблема актуальна для других регионов, мы надеемся узнать из ваших комментариев. Правительство России продолжает выделять средства на господдержку АПК. В рамках антикризисных мер государственный бюджет направит 25 миллиардов рублей на льготное аккредитование аграриев, благодаря чему они смогут взять займы по ставке до 5% годовых. В правительстве рассчитывают, что по такой ставке будет выдано более 150 миллиардов рублей на краткосрочные кредиты. Кроме того, правительство выделило 12 миллиардов рублей Росагролизингу на поддержку льготного лизинга сельхозтехники. По словам депутата Госдумы Надежды Школкиной, за счет этой суммы хозяйства смогут приобрести более 1000 единиц сельскохозяйственной техники. В Росагролизинге отметили, что условия льготного лизинга будут сохранены. Это удорожание от 3%, срок договора лизинга до 8 лет и аванс от 0%. Приобрести в лизинг можно только отечественную сельхозтехнику. Кроме того, члены Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств могут воспользоваться еще одной поблажкой от Росагролизинга, отсрочкой первого платежа на полгода. Но это только для членов АКОР. Интересную информацию на этой неделе озвучил председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он заявил, что Госдума подготовила поправки о регулировании цен. Оно может быть применено к широкому перечню товаров. Это продукты питания, детские товары, медикаменты, стройматериалы, а также сельхозтехника и удобрения. Хинштейн объяснил, что госрегулирование поможет бороться со спекулянтами. В качестве примера он назвал Самарскую область, где производители сахара уже подняли цены с 54 до 75 рублей за 1 килограмм. Производители маргарина подняли цены со 115 до 195 рублей, а поставщики семенного материала подняли стоимость на 20-50%. Как именно будут регулироваться цены, например, на сельхозтехнику и запчасти, пока не сообщается. Перечислю вкратце изменения, которые коснутся не только аграриев, но и всего бизнеса в России в связи с санкциями. На этой неделе были ограничены операции с наличной валютой. Юрлица могут получить наличными не более 5000 долларов США, если речь идет об американской валюте, японских иенах, фунтах стерлингов или евро. Все остальные валюты можно получить без ограничений по рыночному курсу на день выдачи. С 9 марта по 9 сентября текущего года будет ограничена выдача средств из валютных вкладов или счетов граждан. Физлица смогут получить не более 10 тысяч долларов США в наличной валюте, все остальное можно снять только в рублях. Кроме того, до 9 сентября граждане смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них можно будет только рубли по рыночному курсу на день выдачи. Ограничен и обмен валют. До 9 сентября купить наличные доллары за рубли будет невозможно, а вот продать доллары всегда пожалуйста в любое время. Что касается нефинансовых мер регулирования, то здесь премьер-министр Михаил Мишустин провозгласил курс на максимальную свободу хозяйственной деятельности внутри страны и минимизацию регулирования и контроля. Правительство до конца года запретило плановые проверки малого и среднего бизнеса, а также предложило немного сократить налоговую нагрузку. При исчислении налога на имущество организации оценка кадастровой стоимости будет сохранена на уровне начала текущего года. Но осталось дождаться, чтобы еще и систему прослеживаемости зерна отменили. Тогда все будет точно хорошо. На этой неделе Банк России провел любопытный макроэкономический опрос. Организация спросила финансистов и аналитиков, что будет с российским ВВП в этом году и какой им представляется инфляция. В начале этого года предполагалось, что ВВП страны вырастет на 2,4%. Вместо этого аналитики теперь ожидают сокращения экономики на 8%. По инфляции цель Банка России была равна 4%. В мартовском прогнозе говорится, что инфляция в текущем году достигнет 20%, а в следующем году будет равна 8% вместо плановых 4%. Вопросы Банк России задавал компания BCS Global Markets, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Alfa Bank, Raffizing Bank, Unicredit Bank, JP Morgan, Sberbank, Newfshare и ряду других организаций. На этой неделе многие компании заявили о приостановке работы или уходе с российского рынка. Это Икеа, магазины одежды, компании Ferrari и Lamborghini. Все перечислять не буду, но тенденция, увы, затронула и те компании, которые были напрямую или косвенно связаны с сельским хозяйством. Например, компания Mars, которая производила шоколадки и корма для животных под брендами Pedigree, Royal, Canine и Sheba, приостанавливает рекламу и инвестиции в Россию. Компания Carlsberg, производитель пива, приостанавливает ввоз продукции в Россию, инвестиции и маркетинг. Останавливает инвестиции и маркетинг Coca-Cola, которая помимо газировок выпускала соки Добрый, Рич, Моя Семья и другие. Французская компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты, но продолжает производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания. Danone выпускает продукцию под марками Активия, Простоквашина, Тема, Растишка. Кроме того, холдинг PepsiCo приостанавливает инвестиции в Россию, но обещает продолжить выпуск молочных продуктов и детского питания. PepsiCo производит продукцию под брендами Меринда, Севанапа, Акваминерали, Адреналин Раш, Квас, Русский Дар, Морс, Чудо Ягода, Соки, Любимый Я, Фруктовый Сад, G7, Молочную Продукцию, Мажетель, Чудо, Домик Деревни, Мунели, Веселый Молочник, Кубанская Буренка, Ламбер, Биомакс, а также детское питание Агуша, Чудо Детки. Кто бы мог подумать, что так много всего есть. Иностранному бизнесу в текущей ситуации лучше все-таки не закрывать свое производство. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил вводить внешнюю администрацию в случае, если производство будет остановлено необоснованно. Внешний управляющий должен будет определить дальнейшую судьбу предприятия. Поговаривают даже о том, что активы остановившихся производств будут национализированы. Еще из интересного. На этой неделе покинули свои посты гендиректор Фосагра Андрей Гурьев, глава Уралхима Дмитрий Мазепин и председатель совета директоров Росагра Вадим Машкович. Из совета директоров Еврохима также вышел Андрей Мельниченко. Все эти граждане находились в санкционном списке Евросоюза. В СМИ звучат предположения, что таким образом бизнесмены пытаются исключить влияние санкции на их компании, поскольку санкции запрещают Европейским банкам экономические отношения с лицом, попавшим под санкции или с подконтрольными ему группами. На этом наш выпуск завершен. Желаем всем хорошей посевной, желаем все-таки найти все необходимые семена, средства защиты растений и удачно провести весенние работы. Друзья, вы, конечно, знаете, что YouTube ограничил монетизацию роликов, которые выходят в России, поэтому нам сейчас как никогда нужна ваша поддержка. И мы будем очень вам благодарны, если вы поставите лайк, напишите комментарий, поделитесь ссылкой на это видео в соцсетях, а также окажете нам какую-то финансовую помощь. Ссылка на то, чтобы делать донаты, есть под этим видео. Спасибо всем. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!